Мы рад всех приветствовать на нашей вечерней встрече сегодняшний фильм судьба человека Сергея Бондарчука. Этим фильмом режиссер именно дебютерил, то есть он изначально учился на актера, у мастерской Герасимова, нашего известного режиссера, но решил попробовать себя именно с Шолоховым. И этот фильм принес ему нереальный успех, выиграл множество советских наград на данный момент. На момент съемки фильма. И после этого фильма он много раз обращался еще к Шолохову, снимал «Итичный дом». И этот режиссер является так же культовым, как в России, так и в СССР считался культовым. Настолько ценилось его мастерство, что ему одному из немногих давали возможность снимать и сниматься на Западе, то есть во времена «Железного занавеса». Что, мне кажется, показывает неверальное мастерство данного режиссера? Я надеюсь, вам фильм понравится, вы его оцените. Приятного всем просмотра! Секундочку. А нам фильм представляет Руслан, фамилия ведущей? Руслан Ирзаев. Руслан Ирзаев, ведущий киноклуба «Орфей». В киноконцертном зале «Юбилейный» мы сегодня собрались, в парке города Орла. Сегодня 21 февраля 2021 года. Фильм будем смотреть «Судьба человека». Три. Три. Четыре. Для просмотра хотелось бы послушать ваши впечатления о фильме. Впечатления достаточно смешанные, потому что фильм очень затрагивающий, и о той теме, о которой я мало сейчас заговорил. На самом деле я бы хотела, чтобы в этом большее было фильм снято, даже более современно, чтобы люди просто… А, вы должны помочь? Да. Важаем. Фух. На самом деле я даже в каком-то смысле возмущён, потому что в первую очередь я хочу обратить внимание на сюжет фильма. Здесь настолько трагическая судьба главного героя складывается, что мне становится трудно поверить, что вообще этот герой реально, конечно, это все по повести написано. И мне кажется, что режиссеру нужно было как-то вмешаться в общий сюжет картины и упростить ее, сделать более приземленным. То есть не пускать главного героя по всей Европе, не демонстрировать настоящие ужасы войны, которые постоянно приходилось переживать, а смягчить и сделать общие сцены более спокойными. Почему я возмущен? Потому что Михалков, режиссер Матачук, старший, он использовал очень часто крупные планы. Очень часто и в эмоциональных, во всех сценах мы видели эмоции героя, мы видели его взгляд. И сама по себе общая сюжетная линия очень тяжелая. Так режиссер, он еще сильнее нас давит на наши нервы, на нашу психику, шокирует нас еще больше. И на самом деле, я даже рад, что сегодня многие люди не пришли. Им было бы, наверное, очень тяжело смотреть фильм. Мне кажется, это зрелище не для каждого. А еще важный момент, почему все-таки я смогу смотреть до конца. Ну, потому что я просто не поверил в эту историю. Она настолько, скажем так, литературная, что мне была вот эта мысль, она меня удерживает. И я крайне доволен концовкой. Здесь наш герой Соколов все-таки обрел покой, обрел душевную гармонию. И вместе с ним ускоковая селья. Он нашел в себе сына, пусть неродного, пусть приемного. Пусть его и будет всю жизнь преследовать страх отречения в случае встретия правды. Но, тем не менее, мне хотелось бы как раз на таких семейных, драматических моментах побольше составить внимание, нежели на ужасовых моментах. Скажи. Я отвечу на некоторые моменты. По поводу тяжести просмотра, тяжело смотреть не фильм, а то, что фильм оставляет сознание. Потому что Бондарчок использует это на сихрейших приемах кинематографа. Это показать, то есть, важно не то, что ты увидел, а то, что ты не увидел. Вам же не тяжело смотреть на дым, который исходит из трубы. Вам тяжело смотреть, потому что вы знаете, что это за дым. Вы же не видели, как людей расстреливали, когда они отставали от конвоя. Вы не видели, как людей убивали друг в других разных случаях, когда он его задушил. Вы же этого не видели, но мы это знаем. То есть, нам тяжело смотреть, потому что мы понимаем все эти ужасы войны. То есть, возможно, вы многое знаете про войну. У вас как-то это в сознании закреплено. То есть, допустим, мне тоже тяжело смотреть. Относительно недавно я читал книгу «Психолог в концлагере». Это не знаю, значит книгу этого нет. То есть, насчет литературности, как раз даже ссылаясь на эту книгу, я абсолютно не согласился. Потому что игроку историю военную не посмотри. То есть, фильм называется, произведение называется «Судьба человека». И, в принципе, каждая судьба во время войны, она такая. То есть, нельзя сказать, что войну как будто было прям легко. Всем было тяжело. И мы видим одну из судеб. То есть, те люди, которые с ними служили, и люди, которые даже на другой стороне фронта, со стороны немецких захватчиков, так скажем, люди, которым было тяжело. То есть, которые даже, возможно, этого не понимали. Война слишком такая вещь, когда нельзя сказать, что ее можно облегчить. Я понимаю, что войну легче показать через что-то. Мы, в данном случае, видели войну через призму одного конкретного человека. То есть, мы бы просто хотели посмотреть войну через семью, как я понимаю, правильно? То есть, через эту призму. Но и в фильме было бы совершенно другое. То есть, как можно показать… Будешь тоже выливать цели показать именно войну взглядом одного человека? Как он ее ощущает? То есть, вот как Вы считаете, он христианин, православный человек? Вы имеете в виду христианин или нет? Герой? Герой? Да. На самом деле, я не знаю. Вопрос религии и верхового чрезвольства был. Вот я хочу сказать, как раз, на этот момент, о чем Алмавадзе. По нему, что мы не знаем точно. Христианин нам не показали, крестится ли он приходит в страну, крестится. Но нам показали очень важно. То есть, зачем вообще был нужен момент, что человек не будет, как бы, справить нужду в храме? Вот вроде бы непонятно вначале. Для сравнения. Один человек не готов справить нужду в храме, а другой человек готов убить в храме. То есть, нам раскрывают через это героя. Через эти моменты мы можем понять, зачем вообще этот фильм снял. Один здесь человек в башне, мы за ним сидим. То есть, чтобы понять, зачем эта сцена, нужно провести ее через главного героя. Все сцены здесь такие. Даже, как ни странно, эта сцена сцена, сцена справления нужды, она характеризменирует, который готов в храме убить. Но его вроде бы человек убивает, а вроде бы и делает правое дело. То есть, тоже спасает одного человека, убивает другого. Который считается, как его назвали, предателем. Ну, стоит так же не забывать, в каком году снял фильм, 59-й год. И так давно война прошла, у людей все это в свежо воспоминаниях. Например, у Бандырчука это все в свежо воспоминаниях. И я считаю, что в какой-то степени какие-то военные моменты войны, они все-таки не литературны. Потому что люди бы не приняли такую войну. Они же знают это. Ну, 15 лет прошло с окончания войны. Ну, так. Я надеюсь, я ответил. Ваш вопрос? Некоторые люди за понимание? Прояснили. Нет. Нет. Я сейчас, наверное, много скажу. Во-первых, да, соглашусь. Не знаю, как Вас зовут. Павел. Павел. С Павлом соглашусь, что судьба просто какая-то пьющая. Просто на негативные события. И, например, трудно представить, что есть Бог, который приглядывает за всеми людьми, и он на долю конкретного человека допустил такое количество горя, так сказать. И, опять-таки, я вот тоже с Русланом немножко соглашусь, что да, герой какой-то странный. Он убивает в храме. Он почему-то напивается, когда у него есть и жена, и сын. Это не странность. Это выбор человека. Да. И в конце фильма он все-таки как бы жизнь его не научила ничему. Он обманывает ребенка, получается, что он его отец. То есть, понимаете? То есть, есть в этом... Есть в главном героик что-то неистинное, понимаете? И, несмотря на все горести, которые с ним случились, все равно это осталось. Для меня, например, удивился я, когда увидел, что он, например, напился зачем-то так сильно. С чего ему пить так сильно? В начале, в середине герой. Ну, вот в начале, когда она еще жива была, жена его. То есть, я удивился, зачем так напиваться, когда у тебя жена хорошая, сын. Что, для чего себя, извиняюсь, не вводить на животный уровень, на такой. Что нужно, зачем, какую совесть нужно залить, чтобы так напиться. Вот. Чтобы так сильно напиться. То есть, он уже... Ну, прилично. То есть, а алкоголь здесь не играет конкретную функцию показать, что... Ну, я как бы определенно не могу сказать. Я скажу, что просто что-то есть вот с вашей стороны, в плюс вам и плюс вам. Потому что, действительно, уж больно много горя. Как бы... Ну, просто заметить плюс и заметить минус. То есть, я как бы и туда, и сюда склоняюсь. Еще я хочу сказать, извините, про три момента. Значит, во-первых, вообще, тема войны настолько ужасна, и события, которые произошли в те годы настолько ужасны, что лично мне, например, легче поверить в учения Андрея Тюняева, понимаете, чем в то, что это было на самом деле. Вот, если интересуетесь, посмотрите. А если это действительно так и было, то я просто выражаю восхищение и огромное удивление международным миротворческим организациям, правительствам за то, что больше не произошло мировой войны с тех пор, и мы 75 лет живем без мировых войн и тем более без ядерных войн. Я хочу посмотреть фильм Михаила Рома, назвать, наверное, фашизмом. Да, сейчас, извините, закончу. При том, что население Земли увеличилось. То есть, мировых войн с тех пор не было. Это для меня очень удивительно и просто восхищает. Так, секундочку, я просто забиться могу. Так, теперь это первый момент. Второй момент. Я посмотрел ролик Алексея Миняйлова. Я не буду, там, неприличное название, но, в общем, там есть слова «На войне и в жизни Золушка». Если интересуетесь, введите в YouTube «На войне и в жизни Золушка». Это именно по этому фильму, ролику Алексея Миняйлова. Там он сильно его критикует. Я вот обратил внимание, что количество конвоиров вполне довольно-таки большое, и бежать им нет возможности, собственно, солдатам. И побег они отменяют, когда прибыла еще одна партия конвоиров. То есть, все логично, с Миняйловым я тут не соглашусь. Кроме того, ну не знаю, может быть, я такой человек не слишком героического склада, но, по-моему, герой совершил довольно-таки геройские поступки. И ничего такого, в чем заподозривает его Миняйлов, я бы не стал предполагать. То есть, в этом плане я с Миняйловым не соглашусь. Хотя и его ролик смотрел с интересом, и фильм специально пришел, посмотрел с интересом. В общем, как бы с Миняйловым я не согласен, скорее не согласен, чем согласен. Теперь, что лично мне не понравилось в последний момент, это курение и алкоголь. То есть, там много алкоголя, который при том преподносится в позитивном ключе. Типа вот бахвальство. Три стакана русский может выпить, и, так сказать, и немцы это признают. То есть, бахвальство количеством выпитого. Это мне претит, вот, и мне это не нравится. Потому что алкоголь все-таки это нехорошо. Причем такой крепкий алкоголь, водка. И курение там еще. То есть, вот он едет с ребенком в машине и курит. Мне тоже это не нравится. И почему не нравится? То, что вот недавно я общался с одной знакомой. У нее муж умер в 50 лет именно от того, что он курил и выпивал. То есть, и вот герой, кстати, в этом самом фильме в конце жалуется на сердце. Понимаете? Жалуется на сердце. Говорит, боюсь, умру, там мотор там у меня барахлит, все такое. А ведь он и выпивает, и курит. То есть, вот эти моменты мне не нравятся. И вообще в советских фильмах такая, в общем, когда показывают курение и алкоголизм, мне не нравится. И когда бахвальство этим алкоголизмом тоже не нравится. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. По поводу ужасов войны, я вам советую посмотреть фильм Михаила Рома. Смотрел и не раз. Вы даже должны понимать, что в принципе фильм и отражает то, что и было во время войны. Ну, я говорю, все настолько ужасно, что мне, говорю, легче поверить в Андрея Тюняева, в его учения. Фильм был выбран неспроста, в принципе. Потому что через два дня праздник, 23 февраля. То есть мы в выборе в армии послужили? Нет? Ну, я был в армии, я могу сказать, что даже как бы обычным сейчас солдату-срочнику приходится через какие-то условные испытания, назовем это, проходить. То есть, как вы говорите, героизм, мне кажется, здесь обусловлен тем, что людей к этому готовят. То есть все, что они делают, они не способны на такое. То есть и убить, и схитрить, и пойти на обман. По поводу трех рюмок водки. Не рюмок, а стаканов. Вот, да, это тот важный момент. Вот здесь же показано... Без закуски у голодного человека. Здесь дело не в этом, а в том, что ему тяжело бить даже первым. Но он это делает, потому что он понимает, что этот момент может его спасти. Он знает, что именно такими действиями он себя спасет. Он не сдается перед немцем раз, показывает силу духа два. Ему не хочется пить. Мы же не видим, что он прям берет свой стакан с таким невероятным желанием напиться. Тут дело в преодолении, то есть даже в себя в какой-то себе. Здесь алкоголь, наоборот, показан в обратном ключе, положительно. Да. Ну это можно по-разному, так сказать, рассматривать. Он уже выпал, он уже выбил три стакана и упал. Нам показали, как это тяжело человеку после трех сорок. Ну, в любом случае, я бы предпочел, чтобы не было этого алкоголя вообще. Потому что очень много трагедий у этих людей. Ну, как я понял, все началось, вот эта сцена с первым стаканом, она была случайной. То есть он действительно искренне не хотел пить, получать подачку от врага в первых. Он еще дал сообщение своей жене, что он не будет пить. И я вот сам задумался, выпьет ли он или не выпьет. И я подумал, что он решил выпить, по большей части, может быть, для того, чтобы как-то притупить свои ощущения. Чтобы снизить уровень стресса. И человек идет на казнь. Он понимает, что сейчас его будут уйти. И, может быть, он хотел как-то расстаться. Это очень сложный момент, то есть... Я думаю, что он хотел. То есть я точно о чем человек думал, перейти на смерть. Да, то есть... Можно бы просто, то есть, ему бы сказали, выпить за свою смерть. То есть, ну, выпить за свою смерть. И я же человек готов подумать о том моменте, что он предупреждает свою жизнь. Да, и еще, здесь еще есть трактовка, все только насчет первого стакана. Может быть, он и решил нарушить вот клятву данного жизни, чтобы перестать пить. Потому что он понимал, что все, сейчас будет его смерть. И его мучительная жизнь, она сейчас оборвется. И он, по сути, он даже был рад умереть. И, может быть, для него вот этот первый стакан был действительно каким-то праздником. Вот. А дальше уже, как вы обратили внимание, второй, третий стакан – это был протест. Это была борьба. И я считаю, что это был героизм. Особенно вот в последний момент с закуской, когда он, Соколов, ломал кусочек, только кусочек заживал. Вы знаете, я, по-моему, читал, это было очень давно, лет 20 лет назад. Я, по-моему, читал книгу, вот, то есть рассказ вот этот, повесть, да. И там, по-моему, была такая мотивация его, что ему, в общем, так легче просто умирать было в таком состоянии. И я тут его понимаю, потому что, действительно, когда выпьешь, тогда как-то меньше переживаешь, меньше тебя трясет. И я бы, наверное, на его месте точно так же поступил бы. Вот. Хотя с христианской точки зрения это неправильно. То есть тут я его понимаю. Я не о том, что он как-то зря там пил или что-то. Мне просто не нравится алкоголь на экране. Потому что многие люди за столом будут подражать и будут в спокойной, мирной обстановке глотать эти стаканы. Понимаете, совершенно никто их расстрелить не собирается. Вот я о чем. И в этом же ключе против курения и против алкоголя. И почему объясняю. Вот видите, он жалуется на сердце. А вот у меня знакомый, у знакомой умер муж. Потому что вот 50 лет он выпивал и курил. Это, действительно, курение сужает сосуды, алкоголь расширяет. Получается, в общем, инфаркт. И инсульт тоже бывает. Ну, не суть. Тут, в принципе, ну, что тут спорить. Герой, на мой взгляд, в любом случае положительный. А он совершает несколько таких поступков серьезных, за которых его отмечает командование. Вот, благодарит и даже дает месяц отпуска. И то, что он в церкви убил предателя, я тоже считаю, в принципе, это тоже поступок. Тут, с точки зрения христианина, конечно, может быть какие-то варианты. Но с точки зрения солдата, ну, чтобы солдат друг другу не выдал своего начальника, это, по-моему, поступок такой героический тоже. Он же тоже и собой рисковал. Его могли в этот момент тоже другие заметить и сдать, так сказать. И его бы расстреляли. Так бы он в сторонке отстоялся бы, допустим. А он тоже защитил командира. Вот этот похвальный поступок. Ну, на мой взгляд, герой положительный. Единственное, что мне вот не нравится. Говорю, вот курение, алкоголизм. То, что он... Это самое... Вот этого ребенка... Ребенку этот коршеснос такой устроил. Сказал, что он у папы. Вот. Это мне не понравилось. А так все остальное мне понравилось. И с меня его, в принципе, скорее не согласен, чем согласен. Вот. Потому что фильм, в общем-то, такой хороший. Тем более сейчас, когда, так сказать, патриотизм не такой сильный, как в советское время. Это все смотрится очень даже в позитивном ключе. Ну, опять-таки, вот говорю, вот эта война, вот эта первая мировая, вторая мировая. Я как подумаю, мне даже, честно, не верится, что это когда-то могло быть. Настолько ужасные события. Настолько огромное количество жертв. Понимаете? И я мне говорю, удивляюсь я, насколько сейчас мы далеки от вот этого, от вот этих вот событий, которые показываются. И вообще просто хотелось бы, чтобы никогда войны не было. И, в общем, было мирное небо. Вот. Ну, как сейчас уже 75 лет после войны. Вот. Что я хотел бы. Слушай, спасибо большое. Было радо всех видеть на сегодняшнем показе. Надеюсь, увидёте её на следующей неделе. Скорее всего, увидите фильм ещё по одной. Красной. Нейтральную сторону алкоголя. Специально для вас внутри поставлю. Про то, почему пить не надо. Очень интересный фильм. Надеюсь, увидёшь. Фильм-эксперимент. Да. Всё в мире яд и всё в мире лекарства доза делает одно другим. Так что, в принципе, алкоголь, он в каких-то дозах полезен. И табак в каких-то дозах полезен. Может быть, как меньшее злое или как предпочтительное какое-то вещество. Ну, как бы, ну, просто... Да, да, да. Эта тема для следующей беседы. Это 100% мой голос и даже смотрит фильм, а ещё по-другому. Угу. Хорошо. Спасибо, Руслан. Спасибо, Павел. Ирина. Спасибо. Было интересно. Такая встреча произошла сегодня в киноконцертном зале юбилейной 21 февраля 2021 года. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий из Орла.